ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Готовьте ваши денюжки. Как сообщают СМИ, установка на автомобиль системы слежения за состоянием водителя устал-не устал, обойдется в сумму от 25 тысяч до 80 тысяч рублей. Она может стать обязательной с 1 марта 2023 года. Соответствующий проект подготовило Министерство транспорта. Новшество по предварительным подсчетам коснется 4 миллионов шоферов. Это в первую очередь дальнобойщики, таксисты и водители автобусов. ТРАССА СТО ОДИН В Верхах готовят важные поправки к закону о безопасности дорожного движения. Они устанавливают порядок взаимодействия между ГИБДД и медицинскими учреждениями. Если у гражданина в ходе планового осмотра будет выявлено заболевание, при котором управлять автомобилем запрещено, информация об этом будет оперативно передана в госавтоинспекцию. Что она сделает? Приостановит действие водительского удостоверения пациента. После углубленного обследования это решение может быть отменено, либо оно трансформируется в пожизненное лишение прав. ТРАССА СТО ОДИН Россияне набрали автокредитов и не платят по ним. По данным издания «За рулем», просроченная задолженность по такого вида займам за последнее время выросла наполовину. Всего автовладельцы должны банкам порядка 50 миллиардов рублей. Отчасти, говорят эксперты, в этом виноваты сами финансовые учреждения. В недалеком прошлом они раздавали автокредиты налево и направо, не запрашивая информацию о доходах клиентов. ТРАССА СТО ОДИН Ауди сделала полностью электрическую версию Q5. Кроссовер, как ожидается, представят в ближайшие недели в Китае. Собственно, там он и будет продаваться. Вариантов силового агрегата у новинки три. 180-сильный, 204-сильный и 300-сильный. В последнем случае речь идет о двух электромоторах, установленных на каждой оси. Позже немцы собираются выпустить аналогичную модель для европейского рынка. Называться она будет Q6 e-tron. Добавлю, Ауди Q5 с двигателем внутреннего сгорания сейчас стоит минимум почти 4 миллиона рублей. ТРАССА СТО ОДИН После ремонта автомобиля в рамках ОСАГО, если машина была выпущена не более пяти лет назад, вы имеете право сделать оценку утраты товарной стоимости транспортного средства. Таким образом, со страховой компании можно получить дополнительные выплаты. В чем суть процедуры, пояснит руководитель отдела транспорта компании X-Con Константин Кузнецов. Мы можем оценить утраты товарной стоимости от данного автомобиля. Даже осмотр нам не требуется. Достаточно будет предъявить акт осмотра, который производился первоначально, либо на станции техобслуживания, либо по выполненным работам, которые расписывает ремонтная организация. По ним мы можем составить смету и посчитать величину утрат товарной стоимости. По времени это занимает день-два. И человек может обращаться уже в страховую компанию за выплатой дополнительной утраты товарной стоимости. Компания X-Con находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73 50 50. Сайт xdefiscon.ru На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101. Продолжение следует...